Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста из послания к римлянам первоверховного апостола Павла, седьмая глава, седьмой стих, мы зададимся вопросом, который для нас обозначил сам апостол Павел. Неужели от закона грех? И я вот сейчас вспоминаю свою молодость, ну, можно сказать, детство, когда я учился в школе, это было до восьмого класса, один мальчик принес в класс уголовный кодекс. Уголовный кодекс. И все стали с таким живым интересом его просматривать по очереди. И некоторые брали почитать, чтобы посмотреть дома. И потом очередь дошла до меня. И я увидел, что некоторые страницы как бы затерты, замызганы. Я открыл, и там были уголовные статьи, которые касались сексуальных преступлений. А так как мы тогда были, ну, близки к переходному возрасту, некоторые входили в него, какой-то был повышенный интерес. Буквально они были вот замызганы, эти несколько страниц. А я знаю, что несколько человек брали эту книгу домой, и там вот как-то так все это просматривали, вычитывали, чем-то интересовались. И мне показалось тогда это немножко так вот странным. А с другой стороны, я тоже интересовался, что может быть вот по поводу этого, 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 этого. Казалось бы, закон дан для того, чтобы предупредить человека, что за нарушение того или иного закона предусмотрено такое-то, такое-то наказание. Уголовный кодекс там начинался, там, по-моему, измена Родины, там какие-то такие серьезные статьи, вплоть до расстрела. Это было еще в советские времена. Но интерес почему-то был вот там, вот то, что я сказал. И вот апостол Павел задается вопросом, неужели от закона грех? Это послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. И опять же, контекст апостола Павла поможет нам разобраться с этим вопросом и по возможности ответить на него. Что же, скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Мы узнаем, что есть грех через закон. Но в отличие от человеческого уголовного кодекса, закон Божий содержит в себе заповеди как бы в двух направлениях. Одна группа заповедей говорит «не делай», например, «не прелюбодействуй», «не убей» и так далее. Другая группа заповедей говорит «делай», «почитай от своей мать», «помни день субботний». Таким образом, закон Божий отличается от закона человеческого тем, что он рассматривает не только преступления, но он указывает на те добродетели, которые являются противоположностями преступлений и которые совершенно необходимо знать для того, чтобы противостоять грехам с помощью добродетелей. И если вы видели православную икону суда, там изображаются семь бесов, каждый из которых олицетворяет один из семи смертных грехов. И они находятся в темном пространстве, но туда их загоняют светлые ангелы своими копьями, а каждый из этих ангелов символизирует добродетель, который противостоит одному из смертных грехов. И там соответствующее надписание. Поэтому закон Божий более совершен, чем человеческий. Человеческий закон всегда кривое зеркало, которое обращает внимание только на недостатки и может только угрожать человеческое законодательство, не имея возможности исправить. И вот апостол Павел, он продолжает свое рассуждение, «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай», «но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Я однажды уже рассказывал об одном моем соседе, у которого были такие беспорядочные связи с разными женщинами, они приходили к нему. Но однажды мы, соседи этого человека, стали замечать, что он стал проявлять какой-то интерес к совсем юной девочке. Ей только исполнилось 18 лет, он там сидел у подъезда, ждал ее, какие-то подарки ей давал, конфеты какие-то, мороженое приносил и так далее. И мы очень обеспокоились за эту девочку и решили с ним поговорить. Когда с ним разговаривали, мы сказали, «Слушай, к тебе ходят 2-3 женщины, мы уже их распознаем, что они к тебе идут». «Зачем тебе проявлять внимание по отношению к этой девочке?» «Зачем?» И он сказал, причем очень честно, он сказал, «Но эти, они такие доступные, они меня уже присытили, а вот это, это запретное, меня тянет к этой чистоте, светлости». Дьявол всегда стремится испачкать, перепачкать то, что светлое и чистое, чтобы вовлечь в зону своей деятельности. Но при этом дьявол не обладает творческим началом, потому что удаление от Бога, от Творца лишает человека или какое-то ангельское существо творческого начала. Поэтому ему надо обращаться к закону, он берет повод от заповеди, сказано, «Не укради!» А он через эту заповедь как бы шепчет, «Укради!» Сказано, «Не вкушайте от древа познания добра и зла!» А он говорит, «Нет, смертью не умрете, вкусите!» «Взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв, я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, и я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Один монах рассказывал мне, что он сидел в келье и читал «Добротолюбие». И там он дошел до описания разных плоских грехов, и в том числе греха сквернения, рукоблудия. И там давались советы, как избегать подобного сквернения. Но само упоминание об этом грехе произвело на него такое провокационное какое-то воздействие. И он закрыл книгу. И он понял, что его тянет к совершению этого греха. Но он одумался и побежал к отцу-эгумену, чтобы покаяться. В западных монашеских орденах есть даже такая традиция. Есть как бы основная звонница, когда во время праздников звонари поднимаются на звонницу, на колокольню и звонят праздничным звоном. А есть маленькая звонница на очень низком уровне, прямо на выходе на улицу из тех помещений, где живут монахи. Это на тот случай, что какой-то монах читал там Писание или что-то еще, и вдруг дьявол взял повод от заповеди и искусил его. Он прочитал не прелюбодействуя, у него появились мысли о прелюбодеянии. Тогда этот монах выбегает и звонит в колокол, и потом возвращается к себе. Но все братья, которые просыпаются от звука этого колокола, они сразу осеняются окрестным знамением. Они знают, что одному из них тяжело. Но дьявол как-то сумел подобраться к нему. Даже о текстах Библии сказано, библейский текст буква убивает. Иногда букву убивает, а Дух животворит. И Павел рассуждает, как такое может быть заповедь, которая дана нам для того, чтобы остановить греховное движение, данное для жизни, послужило мне к смерти. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех отжил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. И так, неужели от закона грех? Греховные чувства возникают от каких-то ассоциаций. И дьявол может. И в монашеской келье выстраивать такие ассоциации. Один человек мне рассказывал, что он очень редко выходил из монастыря. Но когда он выходил из монастыря, он видел ровно то, от чего он и скрывался в этом монастыре. Вот ни больше, ни меньше. Но это было настолько явно, что он убеждался, что он правильно сделал, спрятавшись в монастыре. И апостол Павел, задавая вопрос, неужели от закона грех, он здесь рассуждает? Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И так, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Это как ребенку родитель может сказать, вот я оставил коробку конфет, вот эти конфеты тебе есть нельзя. Я тебе уже дал коробку конфет, а это для гостей. Они сегодня соберутся, будут пить чай. Но ребенок внутри себя чувствует, что включается какой-то мотор. Ему хочется именно этих конфет. И он начинает ходить вокруг этого стола. Запретный плод слаще, как тот мужчина, который начинал ухаживать за 18-летней девушкой. Грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, закон добр, потому что нас предупреждает, причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян и продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что, это Павел пишет, перверховный Павел, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А что мог ненавидеть Павел в своих собственных действиях? Конечно, грехи. Изважение к апостолу Павлу, экзегеты говорят, да, у него было жало в плоти, у него там болезнь с глазами связанная. Но как человек может ненавидеть свою болезнь, это непонятно. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Мы все как бы думаем о добре. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Но это потом. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Была такая ересь пелагианства. Пелагиане считали, что последствия грехопадения не были такие ужасные, такие печальные. И у человека как бы сохраняется потенциал самостоятельно бороться с грехом. Но это не так. Вот это экзистенциальная боль апостола Павла. Чего не хочу, то делаю. Чего хочу, то не делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, внутренний человек – это его рассудок, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, то есть в мире чувств, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня, противоборствующий закону ума, это то, о чем мы говорили, действий внутреннего человека, и делающий меня пленником закона греховного, то есть мира чувств, находящегося в членах моих. И такой великий человек, первоверховный апостол, восклицает с экзистенциальным каким-то страхом, переживанием. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христовым, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, то есть понимаю совершенство заповеди, а плотью миром чувств – закону греха. Вот это противоречие не является вызовом закону Божию, ибо заповедь дана для жизни. Исполняя закон, как говорится в Новом Завете, человек будет жив исполнением закона. Но грех настолько вцепился в каждого из нас, что то, что должно послужить нашему добру, оно ассоциативно вызывает нечто другое, совсем другое. Они рассказывали про одну женщину, у ней была белая горячка, и родственники заботились о ней, и ей сказали, чтобы она отдыхала, и сказали, посмотри телевизор. И был фильм «Звезда пленительного счастья». И там показывали, как вешают декабристов. И это произвело на нее такое впечатление, а родственники заблокировали всех ее друзей, чтобы они не могли ни позвонить, ни прийти в дом. А вот она смотрела, как вешают декабристов, и на следующий день она повесилась. Дьявол от всего, от заповеди, от изображения, от звука на улице может вызывать какие-то ассоциации в нас. Но это не значит, что то, что нам дано для жизни, закон Божий, оказывается поводом для нашей смерти. Не от закона грех, а грех от свободного произволения совести, избравший путь греха, согласившись с прислушанием Адама и Евы, когда мы, наследуя этот грех, не чиним ему никаких препятствий. Поэтому давайте помнить об этом, это очень важная сегодня беседа, и понимать, что дьявол, как рыкающий лев, ходит и ищет, кого поглотить. Давайте следить за своими глазами, куда мы смотрим, на что мы смотрим, почему мы на это смотрим. Следить за своими ушами. Почему вот к этому я прислушиваюсь, там обсуждают другого человека, а к какой-то там проповеди я не прислушиваюсь. Почему у меня интерес, меня тянет к каким-то людям, а к другим, более благочестивым, не тянет. Это не просто так. Мы живем в мире, где идет духовная брань между светлыми, темными ангелами и поле битвы, сердца каждого из нас. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще один из сложных вопросов по посланию к римлянам, первоверховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы на библейском портале Экзегет по трудным, сложным местам Священного Писания. Молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем на этом портале, и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok